Здравствуйте! Я Дарья Седова, хранитель музейных предметов отдела дерева Всероссийского музея декоративного искусства. Особое место в нашей коллекции занимают предметы одного из дагестанских промыслов – это унсукульская насечка металлом по дереву. Уникальность унсукульской насечки в объединении художественной обработки дерева и ювелирного искусства. Суть технологии – создание узора путем вбивания тонкой металлической проволоки в деревянную заготовку. Часто мастера дополняли орнамент от хрустации из металла, подкрашенной кости, цветной стекловидной пасты или бирюзы. И в этом древнем искусстве украшения дерева достойное место занимают мастера дагестанского аула унсукуль. Наша коллекция по праву считается одной из лучших в стране. Здесь представлена более чем столетняя история унсукульского промысла. Унсукуль, как и многие аварские поселения, представлял собой аул-крепость, прикрытую с одной стороны известняковым хребтом, а с другой стороны – рекой. Между аулом и рекой ступенями располагались террасные сады, выращенные почти на голых скалах. Истоки самого промысла уходят с XVII-XVIII века, а период становления относится ко второй половине XIX века и связан с окончанием Крымской войны. В то время унсукуль уже был знаменит своими сувенирными курительными трубками, как, например, видите вы здесь, с прекрасным фигурным навершием, с тончайшей унсукульской насечкой, с инкрустацией из кости и роговым чубуком. С этого момента унсукульские произведения стали широко известны за пределами Дагестана. Они продавались на знаменитой Нижегородской ярмарке, в Москве, в Петербурге и так далее. Но сама история промысла, а точнее его промысловое развитие, честно связана с именем одного из мастеров, Магомеда Юсупова, который буквально открыл унсукульскую насечку для всего мира. Магомед Юсупов Унсукульская власть. И унсукульских художников объединили в артель. С этого времени государство стало поддерживать унсукульских мастеров. Оно приобретало необходимые материалы для изготовления произведений, оно же давало и крупные государственные заказы. С этого периода появились такие представительные экспонаты, как вот, например, предмет из нашей коллекции, получившие золотую медаль и гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Обратите внимание, как в традиционный унсукульский орнамент вплетена символика нового государства. Но унсукульский орнамент все равно представляет собой традиционное явление. Мы с вами на основе данного произведения можем рассмотреть принципы построения унсукульского орнамента. В самом орнаменте всего 13 основных мотивов. По-дагестански их называют ишаны, то есть узоры. Эти символы древние и простые. Есть солярные знаки, круги, есть сетки заштрихованные. Это как символ вспаханной земли. Есть элементы, которые символизируют то или иное животное. Например, следы змеи, извилистые линии, птичий хвост, мышиный след. Всего из 13 основных элементов художник создает невероятное количество разнообразных орнаментов. Также некоторые художники создавали из этих элементов совершенно новые символы. Как, например, представлено здесь партигаре мастера Кадеева. Так этот орнамент и называется Кадеев и Шан. С началом Великой Отечественной войны в этот непростой для всего мира период унсукульцы, мужчины ушли, как и многие, на фронт. В самом поселении остались женщины, дети и старики. Но и они активно трудились в тылу. Артель переорганизовала свое производство под военные нужды. В этот период создавалось не очень большое количество выставочных предметов. Но в нашей коллекции есть два экспоната, которые, на мой взгляд, очень символичны. Это две кобуры. Одна из них 1941 года. А вторая, более нарядная, 1945. Первая половина XX века оставила нам богатое наследие. Практически все эти уникальные произведения хранятся в музейных коллекциях. Но времена меняются. Меняются запросы. Наступили 60-е годы. Время, когда основным художественным лозунгом стали слова «Искусство в быт». С 1960 года артель была переорганизована в фабрику. В 1964 году на пост руководителя на фабрику приходит молодой мастер Идрис Абдулаев. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина Идрис Абдулаев любит встречаться с теми, чья память – необыкновенное хранилище самых замысловатых орнаментов и узоров. Отсюда часто уносит Идрис в свою мастерскую отшлифованные замыселы. Идрис Абдулаев шел в ногу со временем. С его приходом фабрика стала выпускать огромное количество повседневных бытовых вещей. Например, сахарницы, вазы для цветов, вот такие интересные шкатулки. Идрис в этом направлении провел несколько экспериментов, и, кстати, весьма удачных. Один из них – это было введение токарных станков на фабрику. Это значительно ускоряю и удешевил процесс. Вторая история была связана с Научно-исследовательским институтом художественной промышленности, где были разработаны новые орнаменты. И я бы хотела вам показать шкатулку примерно этого периода, которая ярко продемонстрирует изменения в онсукульском орнаменте. Во-первых, самое главное – это было внедрение изобразительных мотивов. Потом хотела обратить ваше внимание на то, какая стала разреженная композиция. Фон деликатно заполнялся веточками, точечками и так далее. Это был интересный эксперимент. Но изобразительные мотивы не свойственны онсукульскому искусству, который тяготеет к орнаментике. Были авторы, например, художник Магомедали, которые талантливо смогли совместить зооморфные мотивы с традиционным онсукульским орнаментом. Наступили 90-е годы. Очень непростой, но также и очень интересный период жизни фабрики. Фабрика в этот момент изо всех сил пыталась выжить. И ей это удалось. Возможно, этот период мы можем растянуть с 90-х годов по сегодняшний день. Есть что-то единое в этой истории. Так называемый кризис художественной жизни. Многие художники пытались и пытаются найти выход из сложившейся кризисной ситуации. И одному из художников это точно удалось. Это Гамзат Газимагомедов. Его произведения хранятся в коллекции нашего музея. Гамзат Газимагомедович считал, что ключ к жизни любого промысла – это возвращение к традиции. В данном случае мы с вами видим старую новую форму. Это училтан – прибор для столовых предметов. Форма традиционная дагестанская. Но посмотрите, в первый раз в онсукульском промысле появляется такая традиционность. Именно в форме. Вторым ключевым моментом стало обращение к арабской вязи. Это не просто декорирование предмета. Это мощное высказывание художника о важности сохранения традиций. Завершить наш разговор мне хотелось бы словами самого художника. Для художника традиция – это не только решение отдельной творческой задачи, не только изучение форм, размеров, пропорций традиционных изделий для разработки собственных эскизов, а прежде всего ощущение и чувства мастера, вызванное осознанием того, что он является не просто последователем мастерства отца и деда, но хранителем и продолжателем всей многовековой художественной культуры своего традиционного промыслового центра и Дагестана в целом. Субтитры создавал DimaTorzok